Всем привет! Сегодня мы говорим с Дашей Бесединой. Она депутат Московской городской думы и координатор фонда «Городские проекты» и обладатель этой самой футболки «Обнулись», про которую очень много говорили, и автор замечательных партнерского конституции. И я тебя пригласила, чтобы мы поговорили в рамках нашего проекта «Время женщин». И для нас очень важно в том числе подсвечивать вот эти новые лица женщин в политике. И поэтому сначала хочется немножко познакомиться с тобой, и чтобы ты рассказала, чем вообще ты сейчас занимаешься в активизме, в политике, что для тебя важно, какие проекты и вот про все такое. Привет! Ну, собственно говоря, да, я депутат, и депутат на самом деле занимает, наверное, какую-то большую часть моего рабочего времени. Я работаю в фонде «Городские проекты». Вообще наша идея, в общем, это то, что мы продвигаем. Мы продвигаем идею здорового города, удобного города. Это транспортная здоровая политика, да, ориентированная на человека, деавтомобилизация, общественный транспорт, развитие велосипедного транспорта. Ну, в общем, то, что сейчас, вообще то, что сейчас в мировой оборудистике, принимается под «sustainable city», я считаю, что мы в Москве вполне достойны жить хорошо, и эти принципы, они совершенно универсальны, мы должны их имплементировать в Москве, потому что на самом деле другого пути развития нету, потому что невозможно развиваться, невозможно быть здоровыми и счастливыми. Мы в городе, в котором вечные пробки, город, который устроен для машин, в городе, в котором ненавидят люди, и в городе, в котором, в общем, человек, это самое неважное, что там существует, что, в общем-то, в корне неправильно. И моя депутатская деятельность, она тоже как бы крутится вокруг вот этого всего, вокруг идеи удобного города, в основном то, что я предлагаю, мои законодательские инициативы, мои выправки в бюджет, то, что я делала в прошлом году, они в основном как раз вокруг всего этого крутятся. И вот если говорить вот так, в основном, да. Класс, да, будем считать, что познакомились, и очень приятно. Я читала интервью Татьяны Становой 2016 года, и вот хотела бы с тобой поделиться её мыслью, и чтобы ты сказала, что ты об этом думаешь. Она говорила, что мы знаем примеры ярких женщин, там Матвиенко, Голодец, Набиуллин, но и функции скорее аппаратные, партийные, хозяйственные, то есть эти женщины хорошие исполнительные лоббисты, но для самостоятельных, ярких, именно в политическом плане женщин в российской политике остаётся не так много места. И причина тому консерватив в обществе. Вот скажи, пожалуйста, ты. Я категорически не согласна. На самом деле мне кажется, что у нас вообще в принципе проблема с яркими самостоятельными политиками, как мужчинами, так и женщинами, потому что функционеры, функционеры Единой России, функционеры других партий власти, функционеры власти, это в основном люди, которые не имеют собственной повестки, это люди зависимые и обслуживающие власть, обслуживающие Путина. И мне кажется, что здесь не зависит от того, мужчина это или женщина, потому что мы видим, что в принципе разница между условным Володиной и условным, не знаю, какой-нибудь, не знаю, Черешковой, ну в общем-то не сильно большая, там в общем-то как бы один персонаж в штанах, другая в юбке, и разницы между ними никакой нет. А яркие политики, независимо от того, мужчины или женщины, просто в России преследуются, то есть в России очень-очень мало пространства для независимой публичной политики. И вот такие случаи, как мое избрание, избрание некоторых других депутатов в Госдуму оппозиционных, которые открыто говорят о каких-то вещах, которые их волнуют, имеют собственную повестку, отличающуюся от того, что транслируется сверху, это в российской сейчас ситуации, политической общей, это исключение, а не система. И в этом смысле, конечно, тут у нас полное гендерное равенство, я считаю, в этом вопросе. Дискриминированы все. Ура! Смотри, вот если мы посмотрим на цифры, то Transparency International, они недавно проводили исследование, они инвизировали, вот я смотрю, 500 тысяч кандидатов. И они именно на региональных выборах и 2013-2014 года. И они посмотрели, что женщины чаще участвуют в политике, но реже побеждают. То есть на выборы идет 26% женщин, но на региональных выборах побеждает только 2% женщин. У тебя есть объяснение, вот почему так происходит и, может быть, как проходила твоя кампания? Опять же, мне кажется, что это не связано с тем, насколько общество воспринимает женщин как политиков. И это связано с тем, как устроены выборы в России, и потому что большинство выборов происходит так, есть кандидат административный и несколько технических кандидатов. И технические кандидаты, они могут быть кем угодно, это просто люди, которых попросили, как в этот случай недавно с избранием уборщица, как раз женщина-технический кандидат, ее просто попросили побыть в бюллетене, повисеть там, для того, чтобы составить формальную конкуренцию административного кандидата. И это говорит об устройстве выборов, потому что, когда мы говорим, когда мы видим независимых политиков, которые, это не спаринг-партнеры, не какие-то технические кандидаты, когда это настоящие политики, женщины успешно выигрывают. То есть, у меня сейчас нет, к сожалению, на руках цифр, но можно посмотреть, что женщины реже выдвигаются, да, именно в независимой политике, но женщины побеждают ничуть не реже, чем независимые политики мужчины. То есть, если говорить об обществе, то общество готово увидеть своим представителям женщину. Мне кажется, что, скорее, женщины, мы как-то менее, видимо, готовы баллотироваться, менее готовы участвовать активно в этом. Но, с другой стороны, вот я даже, скажем, в Москве, вот на наших муниципальных депутатов, как раз многим из самых активных, таких ярких женщин. Класс, это хорошие новости. А если вот поговорить именно про твой опыт в собирательном компании, то есть, ты ходила, собирала подписи, то есть, как реагировали на то, что ты молодая женщина? Может быть, это, наоборот, хорошо даже? Трудно сказать, потому что... Нет, с одной стороны, конечно, бытовой сексизм, он присутствует, да, такие странные вопросы, типа, что ты такая молодая, а где твои дети, а почему не замужем? Ну, как бы, такие вопросы, они есть, вот. Их какое-то количество есть, но, как показала практика, это совершенно, то есть, даже если, несмотря на то, что у людей там возникают эти вопросы, и нередко, это не является препятствием к избранию совершенно. И, на самом деле, москвичи, если это, в принципе, такой, как бы, достаточно либеральный район, поэтому у меня очень хороший избирательный округ, там, действительно, много хороших демократических либеральных избирателей, и, да, либеральные избиратели, они готовы избрать любого депутата, любого представителя, который отражает их ценности, то есть, главное, не в там, как бы, не в моем, там, вот. То есть, может быть, конечно, это даже был плюс, что я визуально отличаюсь от стандартного депутата, да, я молодая, я девушка, я ярко стараюсь, ну, не то, что, я люблю яркую одежду, ну, то есть, я выгляжу не типичным депутатом, может быть, конечно, это тоже, как бы, играет свой плюс, что есть ощущение свежести, но люди, на самом деле, голосуют за тех людей, которые отражают их собственный взгляд на мир, их собственные ценности, и которые, да, политики, которые приходят, которые общаются, которые, там, не прячутся, и люди, на самом деле, достаточно охотно голосуют, ну, за таких людей. Класс. Слушай, а если мы уйдем вот с общества, да, и перейдем в институты, то как там это работает? Сталкивались ли там ты с каким-то противоборством, может быть, чувствуешь как раз вот эти вот какие-то гендерные стереотипы? Ну, бытовой сексизм, он есть, он присутствует, с одной стороны. С другой стороны, мозг груду, на самом деле, мне кажется, в этом плане достаточно такая, ну, как бы, как я и наблюдаю, достаточно свободное место в СССР. Я лично, может быть, конечно, мое сознание фильтрует какие-то вещи и как бы откидывает их, чтобы не нагружать меня этим, но я не замечаю каких-то таких особенностей, потому что в Мосгордуме 40% депутатов женщины, то есть, не зависит от партии, да, женщин депутатов много, депутатов единороссок их много, причем там есть какие-то достаточно яркие и выступающие, то есть, как бы, депутаты единоросски. Есть вот такой, чисто такой, ну, вот, бытовой уровень сексизма, но это не то, что это как бы, это то, что присутствует в обществе, в общем, а вот какой-то вот именно институализированной системной вещи я не наблюдаю, но, опять же, говорю, что возможно, у меня просто такой специфический взгляд, что я просто вещи подсознательно игнорирую, и их для меня не существует. Интересно. И, то есть, это не только про, там, если мы говорим про личные отношения к себе, но и про систему, потому что, да, 40% женщин, но председатель, заместитель председателя мужчины, то есть нет вот этой вот какой-то иерархической структуры внутри. Опять же, это внутри, это как бы, вот эта вот иерархия, это внутри Единой России происходит. Для меня восприятие Шапошникова как мужчины и, там, Стебенковый или Шараповый, Стебенковый как женщины, у них, для меня, они как бы в этом смысле не принципиальная разница. То, как у них иерархия внутри фракции, внутри их партии устроена, честно говоря, это, ну, во-первых, это вещь, которая мне не видна, и мне, честно говоря, абсолютно, в общем-то, как бы, это их проблемы, да, если у них там как-то они, у них есть какие-то вот, не знаю, мужчины занимаются делом, а женщины занимаются клиником, это их персонажи, то есть мне кажется, что это их трудности, реально, потому что я, я из другой партии, у нас в Яблоке, у нас была вот сейчас, там, осенью сменилась, но до этого была председательница Эмилия Слабунова, при том, что в Яблоке, на самом деле, женщин мало именно по численности, опять же, возвращается к вопросу о том, что женщины не очень вовлечены в политику, но те женщины, которые вовлечены в политику, они, ну, классные, сильные, энергичные, и, говорю, в Яблоке у нас нет такого, да, то есть, ну, там просто получается, что по факту так сложилось исторически, что политкомитет в основном из пожилых мужчин состоит, но это не потому, что, да, они там какие-то неправильные, а просто потому, что когда формировалась партия в начале 90-х, женщин просто не было, их не было в политике, ну, их было очень мало. Одно из твоих гениальных предложений и поправок — это объявить брак союза мужчины, женщины и Путина, и это, конечно, такая очень смешная отсылка, но на самом деле она же как раз и отсылает нас к вот этому вот повышению семейных ценностей, консерватизма и всего такого на повестке, и видишь, что это какое-то продолжение этого вот в такой городской думе, в вашей повестке. Ну, я сейчас, хотя, наверное, мы сейчас анонсировали, что мы сейчас будем приводить московское докладное дичайше в соответствии с поправками, пока что ничего такого не выплыло, и я не знаю, на самом деле, мне кажется, что еще в Мосгордуме, если говорить, то больше консервативизма несет даже не Единая Россия, а коммунисты, потому что обсуждали, у нас, по-моему, вспоминается обсуждение закона о наливайках так называемом, и там КПРФ, многие представители КПРФ прям взяли такой красный-красный флаг и пошли бороться с пьянством, да, хотя на самом деле этот закон, он в Петербурге был скандал по поводу аналогичного закона, наши парламентарии не стали делать такой ужесточающий, как в Петербурге они додумались, вот, но в том числе этот закон, он направлен не против, как бы, изначально, он изначально подразумевался, что он против каких-то таких пивных магазинчиков, которые ночью разливают пиво, вот, на самом деле он в том, он не делает разницы, закон не делает разницы между магазинчиком разливаемого пива где-нибудь там в полуподвальном помещении, в спальном районе, и каким-нибудь хорошим микробаром где-то в хорошем месте, да, и с большим, ну, как бы, с приличными ценами, то есть это какая вот, действительно такая вот прям была вот такая борьба с пьянством, и действительно консервативные какие-то такие вещи больше исходят, мне кажется, от КПРФ, нежели от даже единоросов, но это именно в Мосгордоме, вот, в Госдоме там есть, да, вот эти вот люди, которые там систематически транслируют и гомофобию, и какую-то, в общем, ну, просто вообще какой-то просто, ну, человеконенавистничество, на самом деле, взглядно, да, и не хочется там разбирать, какие именно фобии у них там, вот, это просто чьи-то человеконенавистничество. Класс. Слушай, ты еще сказала такую важную фразу, что на самом деле это как бы структурных препятствий для того, чтобы классные женщины шли в политике, и их нет, то есть на самом деле есть просто какая-то, может быть, не готовность женщин идти. А, в общем, что бы помогло бы это изменить, на твой взгляд? Так вот, ты пришла, что помогло? Сложно сказать, но на самом деле, мне кажется, это то, что вообще, как я вообще решила совсем всю эту историю, это та команда, с которой я, уже давно это городские проекты, и Максим Кац, и штабы, которые Максим Кац организовывал и организовывает из года в год, и, ну, у нас, у нас, к нашей команде в этой структуре, хорош, такая бы хорошая, доброжелательная человеческая обстановка, и она мотивирует людей, и она мотивирует не только меня, но она мотивирует других людей. А то, что пошла я, и на самом деле наш дверь, у нас было два кандидата, я и Анастасия Брюханова, и Настю сняли по подписи, меня пропустили в бюллетене, это была такая чисто случайная штука. Я не знаю, мне кажется, то, что баллотировались я и Настя, это чисто случайная вещь, потому что так вот просто сложилось, что вот в нашем коллективе, те люди, которые оказались готовы к такому приключению, на самом деле, да, это такой вот достаточно, ну, авантюра, на самом деле. Вхождение в политику, в независимую политику, это во многом авантюра, ты должен как бы, ты вынужден какое-то время отложить все свои дела, и ты можешь еще и выиграть еще случайно, перевернуть вообще всю свою жизнь и заняться совершенно другими вещами. Вот. Так получилось. А вот если я правильно поняла, то тебя в эту авантюру немножко пригласили, да, то есть ты... Ну, на самом деле, должна сказать, что решающий мы, в общем, какой-то переломный момент случился, на самом деле, за год до этого, это было, это были в Яблоке у нас проходили праймерис на кандидата в мэры. Вот, праймерис, если не знаю, если вы помните, закончилась довольно печально, мы выбрали там Якубовича, который снялся, ну, в общем, все кончилось плохо, но я тогда решилась участвовать в праймерис в качестве кандидата, в кандидаты, потому что, ну, во-первых, мне хотелось немножко так вот, прут, там, позадавать, поучаствовать в дебатах, просто попробовать и позадавать вопросы к другим кандидатам, что они там, понимают ли они в транспорте, разбираются ли в урбанистике, ну, в общем, вот этими всеми вещами. Вот, а решительно, на самом деле, убедили меня мои друзья, вот, то есть они просто меня, ну, как бы, то есть я говорю, да, ну, может быть, я на это самое, они просто говорят, ну, что ты, а что ты, а что ты не это самое, попробуй, попробуй. Они мне вот как-то придали решимости, я попробовала, и мне понравилось, и все, это вот, и так-так. Да, классные друзья, это лучшая стратегия по жизни. Слушай, а вот есть, например, такое мнение, что как раз, да, в политику, ну, как бы партии, они главные придворники, не знаю, привратники в политике, и, как бы, они должны приглашать больше женщин участвовать в выборах, в общем, быть их частью, и для этого нужно вводить квоты, чтобы, собственно, партии мотивировать. Я решила этот квот, кажется, тебе хорошая? Я, честно говоря, не сторонник квот, мне кажется, что гораздо эффективнее были бы какие-то адресные такие месседжи, как в прошлом году на петербургской компании муниципальной, Катя Патюлина делала проект Fempolitics, где она, в общем, ее, те девочки, с которыми она это делала, они делали адресные рекламу, сообщения, именно, чтобы заценить девушек и женщин в политику. Вот, и мне кажется, вот это классно, это работает, потому что, действительно, когда сообщение адресовано тебе специально, и, как бы, оно, наверное, лучше воспринимается, и, действительно, возможно, оно как раз поможет преодолеть тот вот, какой-то, может быть, у кого-то есть такие, как сказать, психологические заслоны, что политика – это мужское дело. Вот, и вот это, мне кажется, классно, потому что механические квоты, ну, это какая-то, это, мне кажется, довольно дурацкий способ, вот, такой механический, довольно тупой, я не уверена, что, во-первых, введение кода – это всегда какой-то вот большой срач, типа, вот, вы их получаете, потому что они женщины, они, потому что они достойны, а, на самом деле, задача, как бы, задача, она, как бы, сломать вот эти вот какие-то вот барьеры в голове, которые не дают людям, не дают девушкам двигаться вперед, и, я думаю, просто хорошим примером, действительно, адресными сообщениями, показыванием, демонстрации того, что, на самом деле, политика – это вполне себе женское дело, и, мне кажется, вот этим можно эти барьеры разрушить и больше классных девушек в политике получить. Да, больше классных девушек. Еще хотелось бы спросить такое тоже на познакомиться немного, на познакомиться и на вдохновиться. А ты там очень смелая, действительно яркая и классная, и мне интересно, ну, что, в общем, помогает тебе решаться на такие смелые шаги, и, не знаю, какие твои принципы, ценности, девизы жизни, которые бы ты не хотела вот распространить? На самом деле, самое вообще то, что помогает мне решаться на смелые шаги – это моя команда, на самом деле, потому что чувство тыла, твои помощники, команда, друзья и единомышленники – это те люди, которые тебя, в общем-то, как бы за тобой стоят и не дают тебе упасть назад, вот в пучину, на самом деле, отчаяния, потому что я каждый раз, когда я выступаю, я все равно немножко коленки подрагиваю, на самом деле, каждый раз, и часто-часто-часто это такой вот маленький переход через себя, несмотря на то, что уже, да, я один у нас уже какое-то время, вроде казалось бы, ну, я, на самом деле, конечно, уже не так, но все равно все еще присутствует, и, конечно, самое-самое-самое важное – это команда, единомышленники, а как это образуется, это хорошая такая партийная структура, положительная, жизнеутверждающая, потому что, если сказать, там, яблоки, у нас очень-очень партия большая, и зависит от регионального отделения, там очень разная обстановка в регионах, и есть прям отделения, где, ну, действительно, вот такая вот духоподъемная обстановка, такая заряжающая, а есть отделения, где такое болото, которое не заряжает никого ни на что, вот, и, в общем, такая вот заряжающая обстановка важна, важны соратники, которые тебе помогут, ну, как бы с тобой работают, тебе помогают, там, с документами, с какими-то экспертизами, со всеми всем, потому что одному очень сложно, невозможно одному плавать в этом всем болоте отвратительном, это нереально, нужна поддержка. И вот, последний вопрос, ты сказала, что вот во всей этой повестке, во всей стратегии для привлечения женщин в политику очень важен месседж, то есть, какой месседж мы передаем, может быть, у тебя есть какой-то свой месседж, который бы ты бы хотел передать? Дерзайте, на самом деле, дерзайте, девчонки. А потом, да, вот, еще хорошая вещь, что на самом деле никогда не зная, пока ты не попробуешь, пока ты сам не пощупаешь, ты никогда не знаешь, понравится тебе эта деятельность или нет. Мир знает огромное количество потрясающих активисток и женщин, которые меняли мир, реально меняли мир и продолжают его менять. Так что, вполне возможно, что кто-то, кто сейчас смотрит это интервью, тот самый человек, который изменит мир. О, классно, мне кажется, что это чудесно закончится. Даша, спасибо тебе большое. Спасибо вам.